Привет-привет, это Таня Матаню. Будем сегодня поговорить про английский язык. Все время я говорила про русский, а сегодня буду говорить про английский язык. Вот я как только начала вот эти вот темы про развитие, про то, что я делаю, какие занятия я провожу, на что нужно обращать внимание, и начала встречи. Итак, пошли комментарии. И был вот такой вот комментарий, я думаю, что вы меня смотрите, и под это видео тоже я жду от вас комментариев, не буду имена называть, потому что каждый человек по-своему относится к публичности. И комментарий был такой, что «А вот да, у вас-то всё замечательно, вы в России, русский язык, у вас сейчас на мной и никаких проблем, а что делать, когда два языка, нужно их учить одновременно, и мы живём там не в России, и хочется русский язык сохранить, и ребёнок, естественно, будет общаться в среде, то есть он не только внутри дома будет находиться, а куда-то ходить. А там уже другой язык, а он должен его понимать. И голова идёт кругом, что же маме-то делать? Я начала отвечать. Да, вот бывают методики, чтобы два параллельного языка изучать, достаточно рано, даже ссылку я ей сбросила, вот, посмотрите. А сама пишу, и думаю, я как-то привыкла, что я пишу, когда какие-то рекомендации, что я об этом абсолютно хорошо знаю. Но вот в этом вопросе такой вот у меня какой-то блин не получилось, поэтому вот благодаря вот этой вот милой девушке, которая мне написала, я задумалась, и я думаю, ну а что же, ну, что же я-то сижу? Английский – это такая проблема. Я её хлебнула, вот. Во-первых, наше зубрение, которое в нашей школе, да, мы сами все прекрасно знаем, 20 лет учить язык там в школе, в институте, и всё равно его не знать. Потому что традиционные методики, они, ну, направлены на сплошное зубрение-дубрение, они очень неэффективны. Я сейчас хлебаю в школе со старшим. Это муки, это муки. Потому что языковой среды нет, зубрим-зубрим, заучиваем, вроде даже выучили, на следующий день опять забыли. Какие-то ассоциации придумываю, что-то ещё, то есть, ну, столько сил и труда, и никак он, язычок этот английский нам в голову не укладывается. И поэтому вот благодаря вот вам, вашим комментариям, благодаря тому, что я всё понимаю, всё знаю, думаю, что же я сижу? И вот я решилась, то есть, не только я, да, благодаря моим видео вы учитесь, благодаря вашим комментариям я тоже двигаюсь дальше и тоже задумаюсь, что мне делать, потому что я тоже ищу много информации. И вот буду рассказывать, что же я выбрала, почему я на этом остановилась, и что же я буду делать. Вот только мне его привезли, раньше я могла его, никак не могла забрать, там по разным причинам. Я остановилась вот на этой методике, в принципе, она вот меня заинтересовала. Почему? Потому что системным вот этим подходом, который вообще всё вот это направление у них есть, и русские обучения, да, с рождения, и вот эта методика я знаю, я как-нибудь сделаю обзор методик, про них тоже буду рассказывать, когда обучение чтения идёт словами целиком, дома на Манеченко, да, вот он как бы адаптировал под наш язык вот эти вот тактичные системы. И вот английский. Сразу скажу, я верю в то, что вот говорится в этой методике. На заре, когда вот у меня со старшим я была, я вот как-то многие вещи не знала, да, я многое что-то упустила. Теперь я понимаю то, что вот было тогда, вот теперь не наверстаешь. Да, надо заниматься рано, да, нужно вот на подсознательном уровне всё это ребёнку закладывать. И более того, сейчас многие мамы знают, и знают, что есть методики, и знают, что ребёнка можно занимать. Но есть вот в нашей голове две вещи, и в моей голове абсолютно точно, точно они есть. Первое, а готов ли ребёнок, так вот думаешь, вот я его нагружу, там, да, доложу слишком многое, перегружу. И второй момент, это сама мама думает, да ещё рано, да, что я буду делать, да когда-нибудь это всё потом. А да я успею. И вот эти вот весы, что и ребёнку моему не надо, и мне вроде-то не надо. А потом, оказывается, всё надо. Приходишь в школу, начинается вот, сейчас я тоже вот с мамой разговаривала, у них первоклашка. Буквки знают, слова произносят, чтение – ноль. Вот ноль, мы тоже начали вот чай пить у нас, ну, прям недельки две назад. Я ей говорю, я вот заказала, буду пробовать, и я сейчас и со старшим буду заниматься, будем одновременно создавать вот эту всю языковую среду. Ну, причём вроде как бы они пишут, что не нужно знать язык, но я знаю язык, мне это много на уровне школьной программы, но в принципе у меня уже в среднем был когда-то язык, потому что сейчас в декрете, мне кажется, у меня вообще всё в голове выполнено. Поэтому я решилась. Что касается ребёнка моего, у нас настолько хорошо идёт обучение. Ребята, нужно верить в своё ребёнка, верить. Потому что вот эти вот классические, да, начинаем с буквок, с простых слов, потом с чтения, но не срабатывают эти методики на многих. И вы сами на себе это чуете, вы же практически мы все учили иностранные языки. На каком мы уровне, не знаю, при этом стране разговариваем, нет ничего подобного. Поэтому вот верить нужно в ребёнка. Ребёнка сейчас, до трёх лет, вот эта вот активная память. Он может вам не воспроизводить всё, что он запоминает, но у него всё там отложилось. И когда начнётся вот это вот языковое действительно обучение, откуда-то из головы, он сам даже не будет знать, откуда, там всё это внутри у него будет спрятано. Оно будет у него, ему помогать. Поэтому я решилась. И потом вот мы сейчас, вот нам два года. Мы знаем форму, мы знаем цвета, мы его там красим, лепим. И честно говоря, чем мне, вот у меня уже настолько он впитывает информацию, настолько он много в себя отберёт, что я даже со своей фантазией, и везде где-то я что-то читаю, смотрю, и мне иногда вот не хватает. И я вот понимаю, что вот этот вакуум, я его могу заполнить. И я нашла чем-то. Я решила, я буду заниматься английским, причём времени это не так много нужно. Там, да, вот. Единственное, очень много времени на остановление. Вот, потому что я начала сейчас читать, очень интересные вещи мне здесь нравятся, потому что иногда методику, там, что-то покупаешь, там два-три слова. А, возьмите ребёнка, в голову его улыбаетесь, его хвалите, гладьте по голове, как будто бы вот прям так всё пойдёт. Гладишь, хвалишь, а ничего не идёт. Поэтому, а здесь очень интересно, да, сделано. Во-первых, здесь идут сценарии обучения, расписано по дням, день первый, день второй, день третий. Вот я как раз дошла, вот, как показывать, потом, как организовать занятия, да, как переключиться с родного языка на неродной язык, как дети это понимают, да, то есть это всё описано. И потом мне понравилось, да, вот способы, вот, несколько способов обучения, то есть один родитель, один язык, оба родителя, два языка. Ну, в общем, тут семь их, да, семь способов, это всё нужно читать. Вот я начала читать, и мне нужно подготовиться, потому что каждому уроку нужна подготовка. И, в общем, я буду теперь заниматься. Ну, я так понимаю, что вот мне как-то нужно эти занятия будет снимать и показывать, но у меня настолько вот этот плотный график моего уже, моих тем расписанных, но у меня очень много долгов, которые я обещала, и всё до сих пор, да, вот вы видите. Я просто не успеваю больше делать. В принципе, количество тем, которые у меня есть, я могу каждый день разговаривать, но у меня нет времени. То есть я один день снимаю, следующий монтирую, выкладываю, и, то есть пока вот у меня ребёнок сейчас спит, я вот нахожу время включить камеру и что-то рассказывать, а на следующий день, когда он спит, я монтирую. Поэтому у меня нет времени. Я вот думаю, как, вот у меня такое ощущение, что мне четвёртый день нужно добавить, но я думаю, что я вот сейчас до Нового года ознакомлюсь, всё, всё читаем, смотрю карточки, потому что не нужно всё это посмотреть. И после этого раз в месяц, то есть я за месяц буду накапливать несколько занятий, да, и раз в месяц, наверное, буду рассказывать, как у нас идут успехи. Поискала я, значит, конечно, я зашла на их канал на Ютюбе, я вот ссылочку внизу сбросила, ВКонтакте я их нашла, посмотрела, начала смотреть ролики. Что мне не нравится в роликах? Как-то они все направлено рекламные, да, либо вот мамы какие-то, я не знаю, то есть малыши, они там показывают, ай, какой молодец, ну я не знаю, такое ощущение же со стороны, что немножко они чокнутые, да, кажется. Это немножко отталкивает. Потому что я вот как-то привыкла, что им надо хвалить за результат. Нигде я пока не нашла, что нужно вот показать, и за каждую карту, а, молодец, ну ты показала, почему молодец. Когда он будет давать результаты и повторять, вот действительно молодец. Но это моё мнение, не относящаясь к методике, я буду всё это читать, смотреть. Вот, я в неё уже заглянула, и сейчас тоже мы вместе заглянем, там не только карточки, там достаточно всё интересно. Она такая тяжёлая. Вообще, у меня муж забирал, значит, с их фирменного магазина, потому что это достаточно серьёзная организация, у них есть магазин, у них есть онлайн-консультация какая-то, вот тут телефон у меня, да, то есть можно в любой день позвонить и проконсультироваться. Но меня больше на самом деле интересуют мамы реальные. То есть, вот, я наверняка думаю, что из моих подписчиков кто-то уже занимается. Ребята, подскажите в форум, я хочу вот общение с реальными родителями, или я думаю, что может быть мне в своей группе вот открыть тему, вот по вот этим вот системам, для того, чтобы понять, потому что я понимаю, что я могу с чем-то столкнуться, ну, консультанты, они удалённые, да, то есть, консультант, он не практик. То есть, я хотела бы иногда вот, а вот, а здесь вот как, а может быть свои какие-то приёмочки придумали, там, или ещё что-то. То есть, вот какой-то в форум подскажите ребятушки, я бы с удовольствием на него заглянула, смотрела, потому что я настроена серьёзно. И причём, пока мне его не принесли, я была не в таком, вот, пока мне муж не принёс, не забрал. То есть, я, во-первых, смотрела на сети, я не думала, что это такая огромнейшая коробка. Я думала, что это она маленькая, там, коробочка. А это такая коробочка, она такая тяжёлая, он с тобой учился её, значит, по метро, перемещаться с ней. То есть, она меня реально впечатлила. Она такая, там, тяжёлая, то есть, такие материалы, все хорошие. Я открыла, у меня прям... И когда я открыла, начала вот это всё перебирать, я прям вообще, я теперь загорелась. То есть, какие-то у меня сомнения были до того, пока я в руках не подержала. И ещё, что я хочу сказать. Вот у многих дни рождения, сейчас Новый год, вещь дорогая. И я уже, ну, вот в каких-то там видео говорила, что все методики, они всегда имеют цену, и цену немаленькую, потому что там заложена мысль, там всё правильно расложено, всё методически как бы обосновано. Но вот подумайте, вот сейчас я куплю грузовик какой-нибудь, машинка хорошая, сейчас вот хорошая там какая-нибудь, хорошая фирма, да, там, ориентированная с года до двух, она не будет стоить там меньше трёх-четырёх тысяч. Вот, поэтому вот вы даже сейчас дали подарик, что мальчику машинку, девочке, куклу. Вот в год-то ребёнок ничего ещё не понимает, ему всё равно ничего подарили, не значит, что это такой день рождения. Да подарите лучше мне вот эту методику. Это я вот серьёзно, потому что ты недавно ходила на день рождения, я тоже такой подарок сделал, не игрушку, а я думаю, что ничего мне человек не сказал, но я, то есть я вот сторонница таких вот полезных подарков. Ну, это машинки сломаются, да, вот и куклы тоже, да, там их столько будет. А то, что заложено в голове, это на всю жизнь. Ну, в общем, очень много я сказала, давайте заглянем внутрь. Просто вы меня поймите, я на самом деле очень переживаю, очень нервничаю. Я не знаю, как мне это пойдёт. Я в тенист, я настроена, я понимаю, что в этих вещах главное то, что в голове маме. Она должна сама себя убедить, что это нужно. И только тогда, когда она будет там рекомендации исследовать, и понимать внутри себя, что действительно пора. А чего, да, что действительно с полгода, вот я занимаюсь, когда с ребёнком, настолько он вот, вот у них вот это вот клиповое считывание, да, вот этой информации. И какая разница, слово там нарисовано, да, или котик. Вы думаете, что слово кот и изображение кота, что он кота запоминает, а там из трёх букв не запоминает, а китайцы как иероглифы учат, там вообще изображение не буквенное. А как китайцы английский учат. Кстати, вот такие методики карточные, когда с рождения показывают и аудиозаписи ставят и так далее, то есть языковую среду, они очень много и распространены именно в Японии, как в Китае, где нет буквенных вообще понятий, и им очень сложно переключиться. Тем не менее, они их применяют и успешно. Поэтому я вот настроилась. Давайте посмотрим внутрь. А то я очень много болтаю. Надо показать, да, всё-таки, что там внутри. Ну, вот она, эта коробочка. Значит, это методическая такая штука для родителей, которую я уже читаю. Это диск for mommy, да, то есть для мамы. Вот мне его нужно посмотреть на эти времена. Ну, это сертификат какой-то. Деньги круглосуточно, бесплатно. А вот сами play чего-то тут. Time, да, интерактивная программа для самых маленьких. То есть это самому малышу диск. Это тексты стихии песен, да. То есть вот видите, какая классная штука, будем песенки учить на английском. Это вот сами вот эти вот in time, то есть как они называются. Вот их, вот они вот так вот разделены. И вот выглядят таким вот образом. То есть какая-то карточка, видите, у меня ещё всё закопаковано. То есть несколько карточек. И они с фразами, да, то есть не со словами, а сразу фразами. Доброе утро. Элиту бед. Фо элиту. Это знаменитый этот стишочек не будет. Вот. Ну, пусть какую-нибудь из середочки возьмём. Опа. Ой, красный. То есть это цвета. То есть в принципе можно, видите, сразу параллельно по-русски и по-английски цвета учить. Мы русский уже знаем. Это что такое? То есть видите, вот давай сделаем уборку. То есть они вот тематические, да. Какие-то вот очень прикольные. Все такие вот тяжёленькие. Так, дальше. Вот это что такое? Это у нас игра лото. Так, то есть видите, тут вон здесь какие-то игровые. Это нужно всё читать и смотреть. Тик-тик-тик-тик. Погода. Тоже, видите, здесь какие-то карточки. Что-то тут такое. Ой, какая-то штуточка интересная. Так, то есть тут какие-то. И сюда вставлять, да? То есть какие-то эти. А что вставлять? Какой картон хороший вообще. Прям мне нравится. Тут какие-то квадратики, кружочки и треугольнички. То есть вставлять. И ещё какие-то вот. А, это магниты. Ага, понятно. Можно на холодильник будет вешать. Так, вот такой вот набор. То есть достаточно хороший. Вот посчитайте. То есть вот если сложить, да, сколько каждый отдельно стоит. То есть каждая вот эта коробочка, она сейчас сколько? Не меньше 500 рублей будет штучка. Смотрите, какой картон. Да, вот сейчас хороший картон книжкой. Вот это сколько будет стоить. А когда всё вместе, да, сложите. Вот она цена и получается. Ой, вообще. Вот такая вот штука. Теперь мне всё это нужно будет учить. Это же не просто так. Раз оно в доме есть, теперь надо заниматься, находить время. Но я думаю, что это всё впишется в моё расписание дневное. И всё покатится хорошо. Потому что да, надо. Очень даже надо всё это учить. Ну вот так, Батаня. Удачи мне пожелайте. Все ссылки я постараюсь сбросить, оставить внизу, да, чтобы вам было легче смотреть и искать. Вот. Но я не всегда... Иногда не бывает у меня времени, да, я под некоторые забываю. Бросить, ребята, наполните мне в комментариях. Стукните мне. Тук-тук. А где? И я всё сделаю. Потому что, ну вот реально, иногда у меня прям каждая минута дорога. Всё, пока. Двигаемся дальше. Я думаю, что вот сейчас вот у меня до дня рождения моего пришла эта методика. И сейчас у меня подготовка к моему днерождению. И она у меня очень много времени занимает. И я вот так смотрела, когда вот эти все сайты, да, как бы у них смотрела, в группе читала. И на самом деле вот я сейчас английским, да, начну заниматься. А я так хочу математику. У них очень хорошая методика математики. Прямо так вот. Потому что вот это вот чтение дома, она очень известная. И как-то вот я не знала, что есть такая хорошая математика. Я начала там смотреть у них ролики, которые у них в группе выложены, на канале. И мне она так интересна. Думаю, блин, кто бы мне подарил ещё математику. Потому что я бы, вот если бы они у меня были, эти карточки, я бы по ним занималась. Ну ладно, заболтала я. Как всегда, я много разговариваю. Всем пока.